Помощь одиноким ветеранам в уборке квартир, сопровождение пожилых, благоустройство памятных мест, проведение акций и квестов. Эти и другие добрые дела берут на себя волонтеры Победы. Всероссийское общественное движение стало преемником волонтерского корпуса Победы. Слободским активистам о нем рассказала гостья из Кирова, региональный координатор движения Елена Букштин. В 2015 году все мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы, как раз помогали организовывать волонтеры того корпуса. Как только прошло 70-летие, корпус переименовали волонтеры Победы. В Кировской области, как и по всей стране, мы очень активно и синхронно вместе со всеми субъектами вошли в это движение. Забота и внимание со стороны молодого поколения несут пользу не только ветеранам, но и самим волонтерам. Количество желающих совершить добрый поступок и прикоснуться к истории своей страны в регионе постепенно увеличивается. Важный момент. Патриотические акции проходят в течение всего года, а не только в период празднования Дня Победы. Никто, кроме нас, как говорится, никто, кроме тех ребят, активистов, которые есть в районах, не поднимет это движение. Здесь нет никакого давления сверху. Это их инициатива. Кому-то интереснее садить аллеи деревьев к 9 мая. У кого-то большое количество ветеранов, тружеников тыла, которым нужно помогать, и они в течение года эту деятельность проводят. Какие-то районы больше ориентированы на подрастающее поколение, где много школ, например, как областной наш центр. Там очень хорошо реализуются проекты, связанные с квестами, с историческими. Исторические квесты – тема отдельная. Такой вид молодежного досуга становится все более популярным. Смекалка, сплоченность, но главное – знание истории Второй мировой войны. Вот залог успеха в этой игре. Такие квесты силами местных активистов в нашем городе уже проводились. Ребята планируют организовать еще и вообще активно подключиться к движению. Для меня это совершенно новое движение. Очень понравилось, интересно. В принципе, хочется поучаствовать, провести данное мероприятие у нас в колледже, заинтересовать других наших студентов. Я думаю, интересно будет все. И ветеранам помогали. Даже в школе как-то организовывалась такая деятельность. Помогали элементарно складывать трава, прибирались на их участки. От них такая благодарность искренняя. Все получилось. Думаю, тут продолжим. Волонтером победы может стать не только школьник или студент. Это люди разного возраста. Но в нашем городе такая инициатива пока заинтересовала больше представителей именно подрастающего поколения.